Так вот, в отношении Ниневии, часть вторая, зачем я все это рассказал? Про город, жители которого страшно грешили, вели себя неправильно, мягко говоря. И Бог их пожалел. И объяснил человеку, через которого он сказал им, предупредил их, что так нельзя делать, Ионе, пророку. Он ему сказал, ты понимаешь, они живут, 120 тысяч жителей, плюс скот в этом городе живет, написано так. И эти люди не могут даже отличить правой руки от левой. Как же их не пожалеть? Это означает, что они живут в грехах. Живут в своем маленьком мире. Ничего не видят дальше носа, своего собственного. Я так понимаю. Правую руку отличить от левой него. Не видят, глазами смотрят и не видят. Ушами слушают и не слышат. Впадают во все тяжкие. И вот, что мы имеем. Вот эти все передачи, да и вообще вся реальная жизнь, вот смотришь вокруг. Ведь основная масса людей, основная масса, жалобно постановает. Ходят по жизни с ермом. В хомуте. В хомуте. В рабстве. Ведут вот эти разговоры в студии о том, ведь это абсолютно бесперспективное занятие. Вот я так понимаю. Это просто, это сидят люди, которые не могут отличить левую руку от правой. Один царапает гвоздем машину. Взрослый, 70-летний человек, мужчина, отец, может быть дедушка, глава семьи. Чему он учит свою семью. Кем он был до 70-летнего возраста. И половину людей его каким-то образом защищают. А половину людей в прожектах говорят какие-то вещи, что надо как-то действовать там. Выступать. Ну и так далее. Какие-то движения разворачивать, общественные организации создавать. А на самом деле, посмотрите, это же кошмар. И вот так большинство людей и проживет в Ненебии. Будучи не способны третить правую руку от левой. Вот что я хотел сказать. Они не знают, что надо, в этой жизни надо следовать законам, которые установил Бог. Они не знают, что каждый человек должен выстраивать свою судьбу сам. Что он никого не должен полагаться. Что если тебе не нравится, что твою машину царапают, не живи в этой страшной многоэтажке. пойди, заработай денег, купи себе дом хороший и живи в частном доме. Если тебе не нравится такое соседство, тебе не нравится заплеванный подъезд, не жди, и курят там какие-то матерящиеся пацаны в твоем подъезде каждый день. Не жди, когда кто-нибудь создаст общественную организацию или вызовет участкового, и там они что-нибудь сделают. Не жди, это бесполезно. Я так думаю. Надо просто создать себе другие условия. Надо просто поставить себе другие цели. Надо просто заставить себя заходить в другой жизни. А не сидеть и не выпрашивать 3 копейки к пенсии, 12 рублей к зарплате, 2 дня к очередному 9-дневному отпуску, чем занимается абсолютное большинство. Они сохранять пытаются крохи и отказываются от миллиона. Конечно, надо будет взять ответственность на себя. Конечно, надо будет не сидеть, трепать языком и заниматься делом. Конечно, надо будет что-то предпринимать. Но в неневе есть жизнь среди людей, которые не могут левую руку от правой, не могут понять, где добро, где зло, не могут понять, что от тебя зависит, что не от тебя зависит. Не могут оторвать задницу свою от дивана и перестать смотреть телевизор, заняться делом и выстраивать будущее для своей семьи. Нет, они будут осуждать тех, кто богатый, что он на богатой машине, и втыкать ему ледоруб в капот. Вот это неневе. Если вы хотите с ними бороться, доказывать свою правоцу, если вы хотите пойти по этому пути, то это кошмар, это неневе. А если вы хотите свободу, если вы хотите самостоятельность, если вы хотите самоуважение, если вы не хотите вариться во всем этом хлебове, то тогда долой, бегом из неневи в свободную жизнь, заниматься бизнесом, делать свое дело, совершенствовать себя лично, читать что-нибудь высокое и большое, думать о чем-нибудь хорошем и настоящем, вести людей туда, где есть глоток свободы хотя бы, показывать другую жизнь себе и своим близким, и своему окружению. Вот это вот выход из неневи, вот этого хочет Бог. Без Бога ничего не сделать. Но путь один. Путь один. Делать себя самостоятельно. Не ждать ни от кого никаких милостей. Никакой участковый не придет, не наведет порядок в твоем горе. Будешь всю жизнь там, среди загаженными собаками скверов, взращивать своих детей и внуков. Вот и все. А хочешь по-другому? Иди в сетевую компанию, выбери хорошую компанию, узнай, как это работает, чтобы было все честно и легально и правильно. И начни вкалывать. Найди себе хорошего спонсора, человек, который зарабатывает деньги. И зарабатывай хотя бы 2-3 тысячи долларов, 10 тысяч хотя бы. Для этого потребуется, может быть, год, может, два, может, три, может, пять. Но зато ты можешь построить себе свободу. Если не подходит сетевой, без, ищи кое-нибудь другое. Возьми в банке кредит, тысяч, двести долларов, и открой ресторан. Короче, что-то надо делать. Не сидеть на скамеечке с бабушками, не ругаться с автомобилистами, не отбиваться от старушек, которые говорят, почему ты здесь машину поставил? Ой, вообще, не могу. Просто не могу. Слушать не могу. Так что бегом из Ниневии в свободную и ясную жизнь. Сумбурно несколько я вам высказал свои мысли, но надеюсь, что вы меня поняли. И мы с вами, будучи сетевиками, оказались на дороге, которая ведет нас из Ниневии. Будем верными, будем учиться, будем опираться на Божью помощь, будем вкалывать всех сумасшедших, будем верны своей мечте, обязательно преуспеем. Нам не место в Ниневии вверх. До свидания.